ох когда светило представьте что разговариваете с богом здравствуйте ребята в общем я решил выйти в видео немного даже попытался прочесаться залезался как чемошник попытался побриться в итоге все только воспалил ну и нахуй надо я с удовольствием на видео чтобы там чё кого ребята давайте репосты говнопосты окей нам просто нужны долбаные репосты и я понял что видео людей привлекает больше чем аудио поэтому пожалуйста вот я на видео насчет блога ты не прет у меня с блогом часто бывают гости родственники там в общем я не могу при них записывать блог сидеть и стесняюсь а там не надо же будет сделать обзор на гитару примочки на которых я играю но у меня их не так много одна одна процессор но сейчас у меня появилась вторая я еще пока не знаю как сделать эти все обзоры бля почему нет я прям сейчас сделаю сообщу три правила первое правило не надо назить всякими фразочками типа о чувак ты неправильно подобрал эту песню ты неправильно играешь да неправильно в том что я не заморачивался на слух быстренько чековой воу но второе правило забыл второе правило последние пару дней я занимался алкогольными утехами и из этого исходит третье правило я коряво играю так что сразу предупреждаю в общем то это даже не правило фигня какая-то просто то что нужно знать но окей и так вот моя гитара n-core е-99 если я не ошибаюсь вот эта вот штука которая висит это не шла естественно в комплекте это я по своей дебильности сделал вот так вот она выглядит гитара моя вот лес пол форма здесь вот у меня иисус который а вот бухает с пистолетом ну знаете я обычный вполне типичный иисус все тривиально его я нашел где-то в интернете вырезал мой друг барабанщик помог напечатать мне эту наклеечку присобачил еще облака и все норм вот этот ремешок выполняет функцию да ничего не делает это просто я так не знаю зачем я прилепил это мне нравится но узнаете все по стандарту две громкости два тона на ну по два на каждый звукосниматель написано гитар тек я так понимаю это самые дешевые китайские я не знаю какие хамбакеры трехпозиционный переключатель ну то есть и здесь стоит какая-то подпись вроде как какая-то модель модели серия гитар выпущенная каким-то там чуваком я слышал лучше конечно же все равно это эконом модель досталась она мне за очень божескую цену очень божескую очень божескую к сожалению у меня нет комбо усилителя дома и в общем-то вообще ничего такого нет я просто включаю микрофонную линию гитару и вот собственно она пошла а у у у у у у у Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну там овердрайв, как хотите называйте И естественно я педаль не буду использовать Есть педаль, BOSS GT8 стоит И вот есть еще, не видно, да? Вот это вот чудо Behringer Overdrive Модель OD400 Черт возьми, это полное говно Тогда, когда я впервые взял гитару И когда я впервые попробовал перегруженный звук Вот это чудо мне казалось просто божьей манной Полное дерьмо С такого он по идее и начинать это даже не надо Вот, поэтому я не буду использовать Тем более у меня обычные колонки широкополосные Ну и все равно звук будет полное дно Если я на комбике мог бы это еще попробовать навертеть как-то То тут это просто будет каша полная Поэтому я буду использовать Podfarm 2 Это компьютерный процессор эффектов Надо сказать, делает очень хорошо Требует все обработки в любом случае Дополнительной Блядь, а ты ж так долго Итак, вот так вот выглядит Это чудо Собственно, набор кабинетов Разных комбиков Ну, просто кабинетов Усилители, есть готовые комбики У меня есть парочку пресетов, которыми я пользуюсь Заводские просто ужасны Вот, слышите? Слышите этот дивный звук? Конечно Провода у меня китайские За 300 рублей Оно звучит еще хуже, чем я ожидал У меня опять села камера И я уже не один Ко мне пришли Вот, собственно Мой племяш Вот он Ага Вот, нашел я вроде бы Какой-то неплохой Неплохой звук Я тоже хочу Тоже хочешь? Да Че хочешь? На гитаре поиграть? Да Да? Да Да Водопад Дивный звук Неплохой звук Фейз скрим, сейчас попробуем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, двадцатый раз у меня села камера, и я больше не выдержал. Говняненький обзор получился. В общем, даже не обзор, а просто какое-то дно. Немного не получилось, но, в общем-то, я особо и не планировал стараться. Главное, я привлёк небольшое внимание, репостите нашу новую песню, которая уже недели две висит, наверное, в интернете. Вот, я там ссылку оставлю. Ну и сразу скажу, она грустная, знаете, зато она искренняя. И сразу же скажу, что скоро мы ещё одну песню выложим. Не наша песня, кавер. И мы далеко не первые делаем кавер на эту песню. Нет, это не Smelt Like Teen Spirit, нет. Не до такой степени заезженная. Вот. В общем, скоро кавер. Следите там. Тоже репосты потом нужны будут. Йоу. Рэп-говно. Ну всё, давайте, пока. Ещё раз скажу, что ссылки в описании. Не, ну мало ли, ну всё, ок, всё, давай.